Привет, Армита! Привет! Привет! Итак, сегодня наступило то время, когда можно сообщить о том, что в нашем лагере уже, наверное, становится традицией вручать отрядам то, что находится у меня в руках. А именно это кубки, которые будут присуждаться отрядам за определенные достижения. Кубок является переходящим, и поэтому по истечении трех дней отряд, имевший у себя кубок, может с ним расстаться и передать другому. Кубков всего четыре. Один из них у меня в руках, это самый крупный, быстрее, выше, сильнее всех, посвящен спорту. Но так как у нас спортивная смена, поэтому и кубок самый большой. Один из кубков будет за дисциплину, один кубок является кубком за порядок, и еще один кубок за творчество. Кубки будут выдаваться отрядам по истечении трех дней. Сюда будут вводить и спортивные мероприятия, и зарядка, и порядок корпуса, порядок на территории. Это дисциплина отрядов в зале, на линейке, и в течение всего дня. Ну а творчество, вы сами понимаете, оценить можно после того, когда у нас пройдут первые выступления. И сегодня, наверное, наступает именно тот день. И так, кто слышит меня, хлопните один раз. Кто слышит меня, хлопните два раза. Кто слышит меня, хлопните три раза. Спасибо, что вы меня слышите, мне казалось, что я разговариваю сама с собой. И так, по поводу кубков, все понятно? Да! Отряд, который продержит его больше трех раз, ну, я думаю, будет считаться рекордсменом. И так, как сегодня можно уже начинать говорить о творчестве, я думаю, мы начинаем. Мы начинаем фестиваль таланта! Мы с вами сегодня узнаем, насколько талантливы дети каждого отряда. Убедительная просьба поддерживать их вот так. Ну, если не так, а вот так. Действительно, вот чем громче аплодисменты, тем приятнее артистам. И убедительная просьба особенно поддерживать младшие отряды, потому что некоторые из них сегодня появятся на сцене впервые. И мы начинаем с наших самых маленьких, а именно десятого отряда. Сейчас вы услышите очень интересную песню. Но прежде чем назвать ее название, я хочу вас спросить. А вы знаете, кто такой Якупок? Да! Не знаете? Да! А я вам скажу, что это попугай. А кто такой Абаш? Это жаба! Это жаба! Я смотрю, многие из вас догадались, что нужно сделать со словом. Просто его перевернуть. Так вот и песня десятого отряда в исполнении Родичевой Алины так и называется «Страна Перевертундия». Встречаем бурными аплодисментами! Абашиста Перевертундия, веселая страна, Встречаем бурными аплодисментами! Перевертундия, веселая страна, Встречаем бурными аплодисментами! Да, но лишь в этом живопейник на пути! Встречаем бурными аплодисментами! Встречаем бурными аплодисментами! Я вам покой хочу! ПЕСНЯ 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 Встречаем бурными аплодисментами! Продолжение следует... 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 Талант супер-талант! Вот в восьмом отряде таких талантов в море. И можно вот именно про них сказать. Мал, мала, меньше. Сейчас вы поймете, в чем дело. Ну и что же вы? Что вы? Держи. Да? Это тоже восьмой отряд. Это подарится на Арина. И она очень любит деревню. Об этом она вам сейчас и споет. Песня «Хорошо жить в деревне». Аплодисменты! Удачи! Песня «Хорошо жить в деревне». Песня «Хорошо жить в деревне» Песня «Хорошо жить в деревне» Субтитры сделал DimaTorzok Аплодируем! 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 Ариша, ты дважды уже подтвердила, что ты супер-талант! Аплодируем! 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 Клуб веселых и находчивых из третьего отряда! Аплодируем! 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 Извините! Здравствуйте! Здравствуйте! А у вас дверь была просто открыта! Я классно руководительница вашего ребенка! А что вы делаете? Мы это... Переезжаете! Ага! Здравствуйте! А кто из вас отец Вали? Он! Очень приятно! Здравствуйте! А вы, простите, кто? А я этот... Кореш... Священник! Как он мне? Брат! Вы знаете, мы очень торопимся! Давайте в другой раз! А может, чайку? Какого чайку? Ну, у нас же гости! Не откажусь! Ну, давайте поговорим! В общем, у Вали в школе очень плохое поведение! Вот она вернется, я ей ремня дам! Ему! Ему! Сын у меня! Потому что... Да? Ну, мы же переезжаем! Понятно! Представляете, что учудил на уроке географии? Географичку назвал овцой-казобородой! Ну, так не делается, конечно! Я тоже считаю, что такие слова не красят сына начальника ОВД! Начальника ОВД сын! Так себе! Кобидеоп! Нехорошо! Может, отложим переезд? Так! Хотела вас спросить, почему двери-то над собой не закрываете? Не боитесь, что вас кто-нибудь ограбят? Да какой дебил додумается габить квартиру на чайнику просто! Сам дебил! Что вы говорите? Я что говорю? Как ваша Оленька поживает? Дочь! 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 Хорошо! С хакалем ребенка! Она же у вас в ясли ходит! Ладно, все, звони в милицию! Давай! Зачем? А у нас в семье традиция такая есть! Забыл! Где дочь? Звони в милицию! Очень хорошая традиция! У-у-у! Какая у вас богатая библиотека! У-у-у! Какое редкое издание Конана Дойла! У вас здесь деньги лежат! Ой, спасибо! Чуть не забыли! Переживай! Я забываю! Хороший парень растет! Воспомедение на Кипре! А не, наконец-то! Да-да-да! Ты что делаешь? А я смотрю, мучка на Дуле еще что интересно написал! Слушайте, это так символично, что в квартире начальника ОВД висит портрет именно этого персонажа! Я считаю, что все правоохранительные органы должны равняться именно на него! Да-да-да! Только я не понимаю, что он в каске? Кто? Сталин! Ты что, дурак? Сталин! Он же генерализм! А-а-а! Тогда все понятно, конечно! Я просто... Спокойно! 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 Пусть с вами продолжаем мимо разговаривать! Ты, это... Брат! Иди, открой дверь! Пожалуйста! Я вам брат, иди, покрой дверь! Здравствуйте! Здравствуйте! Мы предоставляем вам внимание новые пылесосы, которые удаляют все виды пятен! А пятна крови удаляют? Да, конечно! А ну-ка! Слушай, а они умеют убеждать! Пойду, мне спрашиваю, обязательно с Варей поговорить! Он же вас умничка, спортсмен! Да? Золотые медали у него! Знаю, знаю! Семь золотых медалей! Не пять, а семь у него золотых медалей! Ищу и ищу! Извините! Ваша жена звонит! Ух ты! Да, Лилия Борисовна! Здравствуйте! Да, Лилия Борисовна! С мужем вашим разговаривать сейчас! Да! А вот она как? Да! А вот она как? Это же я! Ищу ищу! Да! Ищу, а что, не узнаешь? Ну, муж твой! Ну, вот и узнала! Что к расуду, да! Да, 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 да. Всё, давай, пока. Здравствуйте. Кстати, куда же вы?! Это мой муж! Костя, познакомься! Начальник местного ОВД. Здравия желаю! Здравствуйте! Ой, извините, пожалуйста, а почему вы честь левой рукой отдаёте? Так это реформа. Руку ещё не утвердили. Дорогая, иди собирайся. Да, я пошла. А вы переезжаете, да? Переезжаем мы, да. Парни, сколько можно в машине ждать? Нам так заметут. Извините, квартира ошибся. В общем, я отказался. Вы были, вы были, вы были, пылесос, пылесос. Да трындился. Дорогой, я готова. До свидания. До свидания. До свидания. Я очень рада, очень рада. До свидания. Здравствуйте. Что, все собрали? Все. Грунфики. Ну вы к моему переезду все подготавливайте, а я в отделение побежал, мне срочно надо. И Сталина не забудьте. Здравствуйте. А вы верите в Бога? Да. Стоять. Чуть не забыл. Сейчас мои архаровцы приедут. Помогут вам вещи вынести. Вы им главное адрес в ковыде. Конечно скажем. Это был единственный случай, когда начальник УВД сам ограбил свою собственную квартиру. Музыкальная школа. Маму пятилетнего Валеры Кипелова вызвали к учителю. Здравствуйте. Я мама. Вот Валеры Кипелова вызывали? Вызывала. У меня к вашему сыну очень много претензий. Он вчера разбил гитару у головы одноклассника. Но мы же потом ее склеили. А гитару кто клеить будет? Посмотрите, что он нарисовал. Господи, что за гадость. Это я. Знаете, мне кажется, вы не понимаете, о чем я говорю. Валерочка, спой там песенку. Музыкальная школа. Музыкальная школа. Вы убедились? Да, и что нам теперь делать? Значит, три раза в день отче наш и ремень. Хотя нет, можно просто ремень. Нет, даже нужно ремень. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень приятно. И песен про улыбку очень много. Самая популярная, какая песня про улыбку? А какая песня про улыбку? Совершенно верно. А вот Ульяна Авельянова из 9-го отряда нам споет сейчас песню, которая называется «Подари улыбку миру». Встречаем аплодисментами. Можно поактивнее аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 ПЕСНЯ ПЕСНЯ Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 и ничего не нам не дают вообще. Поэтому мы вынуждены брать зверя голыми руками. Голыми руками, голыми ногами, в общем, голыми. Начнем с маленьких зверей. Белка! Белка хитрая. Шивет и ныкается в лесу. Что? Поймая белку, нужно идти на песенки. Как говорится, белка песенки поет и орешки все грызет. На это идти на песенки. Идем на песенки, находим белку, резко бьем по орешкам. Белка носит. Крот! Крот. Крот живет в земле и ест червей. Поэтому ночью в костюме червя надо сесть над норкой петь стереоаннера и моглять под дырочкой буклетика поликлиники лазерной коррекции зрения. По-любому по-любому крот вылезет либо подлечиться, либо подпеть. Ёжик! Ёжик! Чтоб плавить ёжика, нужны яблоки и грибы. Седаю грибы и выкалом, вижу яблоки глазные. А ёжик без глазных яблок это уже крот! А как мы ведь крота, мы уже знаем, да? Сейчас самое опасное и сентиментальное животное это медведь. Оно самое сентиментальное. Ой. Поэтому, пока его нет, нужно посидеть на его стульчике и сломать его, полежать на его кровать и помять её, помять. Не посурайте с его миски! Грибель придёт и будет искать Машеньку. В это время надо выйти и сказать Мария скончалась. Эм, убьёт Грибеля! Ленивец! С ленивцем всё просто. Тупо проходим, берём и уходим. И самое слое, умное, а сильное и непредсказуемое животное это носорог. Что плавить носорога? Нужно знать много. Я не говорю! Во-первых, надо одеться правильно. Поверх подгузников нужно одеть плотные штаны из стали с зеркалами заднего вида. Потому что носорог непредсказуемое животное. Помимо всего этого носорог очень умное животное. Поэтому наша русская кыш из непредсказуемых это глупо. Все слышали? Да! Помимо всего вот этого всё носорог очень сильное животное. Поэтому наша русская нагринь и тоже глупа. Вообще вы тут на носорога не обходите. В общем, если кто-то заинтересовался может присоединиться к нам. Спасибо! Молодец! 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 Давайте я спрошу про Сашу Баканова из четвертого отряда. Вон он пошел. Талант! Супер талант! Супер талант! Ну что ж, монолог послушали. Пришло время посмотреть сказку. Готовы? Да! Сказка любимая детьми. Называется очень просто. Сказка Малыш и... Малыш и Карлсон. Второй отряд. Встречаем аплодисментами. Радливая история Малыша и Карлсона. Плотами Малыша и Карлсона. Малыша и Карлсона. Вы впервые увидите то, что осталось за кадром известного мультфильма. Малыша и Карлсона. Ученая бойцам Орлика. Камья. Я стою. Камья. Ну скажите мне, пожалуйста, а нельзя ли вообще обойтись без драки? Любой спор можно решить словами. Ага, сейчас! Как тебя зовут? Меня? Ну не меня, а тебя. Малыш. Ух, малыш, малыш. Нет, это вот так, как меня зовут. Ханс он, который живет на крыше. Ну ты мне можешь сказать, запросто. Это просто как-то сон. Давай посадим сейчас. Для московских мазарной гуляков. По всему дверскому околоку. В период каждая сапога. Стоит на революю погоду. А я тебе упал, че-то не сошь. А я упал, ты меня не сошь. Эй, ты, я любил, я в этом деле подумаю, что скажет мама. Снова стою одна. Снова курю, мама. Снова. Мам, вот мой братец-то вырастет. Ну, женится. А он умрет. А мне что потом? Надо будет жениться, но ему стало женим. А ты как думал, малыш? Заглянем на минутку в будущее. Обещаю тебе, что от его старой живы я тебя избавлю. Ну, спасибо, мам. Эй, малыш, смотри, за тобой пожарненькие приехали. Ой, я совсем забыл. Я же пожарный. Малыш, малыш, как же ты нас напугал. Ты же прекрасно понимаешь, что ни за какие сокровища в мире мы не согласились бы расстаться с тобой. даже за 100 тысяч минут. Малыш, твои родители не хорошие люди. Они хотели тебя продать. А вот я даю тебе на день рождения собаку. Малыш, ты совсем отбился округ. Поэтому мы решили, чтобы за тобой смотрели, пригласили воспитательницу. Так, у вас и собака есть. Ну, ничего, я сделаю в нее человеком. Эх, яблочко, да голуби я даю. Подходи, малыш, клади твою маню. Вчера в туалет душились, 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 душились. Привет, кладу за мной. Привет, малыш. Слушай, а почему ты меня не спросишь, где я пропадал все это время? Где ты пропадал-то все это время? Вот, я был у своей бабушки. Да, у меня, видишь, какая бабушка? Она, как меня увидит, сразу орет на всю деревню. Как лисончик дорогой. А потом, как найти, как обнимать. Моя бабушка, она чемпион мира по обниманию. Моя бабушка, она чемпион мира по обниманию. Спокойствие, только спокойствие. Валерка, кто лучший в мире? Укротитель да мутиканец. Ну, конечно же, я. А вы, представьте, все плюшками балмонси. Пойдете, представьте, как все. Ой, ну так хорошо, что вышли. Смотрите, Карлсон вернулся. Идемте, я вас наконец с ним познакомлю. Малыши, а где же твой Карлсон? Он улетел. И он обещал вернуться. Милый Митр. А на самом деле, мужчина в полном развете сил, живущий на крыше, это бездомный человек. Ему просто негде жить. Друзья, давайте заботиться о тех, кому в жизни повезло чуть меньше, чем нам с вами. Малыши, 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 Малыши. Ну тогда я продолжаю про суперталанты. Итак, второй отряд представляет еще и песню в исполнении Андреевой Марины. Песня называется «Ты, которая не оставила равнодушным даже вожату этого отряда». Итак, встречаем бурными, громкими аплодисментами. И фига. И фига. И фига. И фига. Ты, теперь я знаю, и на свете, и каждую минуту я такой дышу. Я больше живу, и во сне, и на реку. Нет, ничего не надо от тебя, нет. Все, чего хочу я, тенью на твое, ведь путь пути, несколько шагов пройти. Пройти, не понимая глаз. Продолжение следует... 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 Я помню все моменты, помню себя ребенком Пятый отряд, начало, сердце било звонко Я был от серии, выступай на сцене Простиживал штаты, как первой в центре Брал девчонку со старше, хотел быть популярным Детские сказки, не сварши, но теперь о главном Сейчас мы горды, у каждого свои отмазки Это абстракция, верните детям сказки Дальше лучше слышишь, дальше интересней Первый выход на сцену не дал уверенность Однако выстрел колостую Но не об этом же стало ярче, не крашу с новым фрагментом В памяти граница, ведь та самая одна Но кто недавел нам восьмом, я суждена в светограду И возрастла планка, как позднее самооценка Вячеславия найдет тебя в крепком обцете Дальше сказка, моя мечта На подарке в небо свете пропадаешь на себя И я скажу тебе все воспоминания Все, что связаны с тобой Дальше сказка, моя мечта На подарке в небо свете пропадаешь на себя И я скажу тебе все воспоминания Все, что связаны с тобой Мы благодарим в лагере всему, что я имею От уснов общения и дарили свои премии И всегда была мечта оказаться первым В стать мастером смены и всеобщим примером 2009-й был тот особый для меня Столько новых чувств я ни на что не променял Только устала бы она, что любовь спонтанно Забыла про тени и не строила фан Но даже бедный поцелуй здесь лучший, самый нежный Так и с пацанами ссоры и разборки прежде А потом мимо дружбой по новой В орбите не бывает скучно Быстро повыри, но чтоб поверить Нужно испытать самому Я здесь последний раз и искренне скажу Я люблю дух безупречный и вечно Имя твоей орбита в памяти отмечено А или скаткали, а или мечта 코 threat попадает в невзгле И пропадаешь навсегда И я скажу тебе все воспоминания Все, о чем связанны с тобой А или скаткал, а или мечта Попадаю мне вевле Пропадаешь навсегда И я скажу тебе все воспоминания Все, о чем связанные с тобой Something Cool евро Я думаю, что вы никогда не знаете сегодня, то есть сейчас при этом со всем волном. У меня, как всегда, за без микрофонами, поэтому я думаю, что это не очень. Нет, давайте-ка поаплодируем, там и вот этого заслуживают. Скажи, что ты чувствуешь. Что я чувствую? Я чувствую, что я в своей среде, я знаю, я не унываю, потому что мы все равно еще встретимся, только я буду немного в другом амплуа, и время покажет, но я думаю, это будет так. Я даже примерно знаю, в каком амплуа он будет, он обязательно сюда приедет? Вожатым! Ну а сейчас я хочу спросить, талант? Супер талант! Кто вот это знает? Аплодисменты! Спасибо, Рома! Аплодисменты! 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 Ивушки! В исполнении Берниковой Влады! Ивушки! 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 Вот это я заговорилась! Наверное, о каком-то Иванушке задумалась. Простите меня, Бога ради! Конечно же, песня-то была, наверное, про деревья, а я все про парней да про парней. И песня называется «Ивушки» в исполнении Берниковой Влады, Мальковой Алины, Ждановой Ксении из четвертого отряда. Итак, как же называется песня? Ивушки! Конечно же, Ивушки! Встречаем аплодисментами! Ивушки! 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 Деревца зеленые! Что же вы наделали? На любовь ответили! Что же вы наделали? На любовь ответили! Украинца высокого Ай-я-я-я-я! Встретила я сокола! Встретила, поверима! На любовь ответила! Метела, поверила! На любовь ответила! Лодочка качается В берегу печалится! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Девчонки, вы суперталанты! Отправляйте свой отряд, а эти аплодисменты еще раз вам! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, мы продолжаем! Дело в том, что у нас еще есть один танец, и называется он просто желтая. Думала, желтая шапочка? Нет. Желтая рубаха? Нет. Желтая луна? Ну, я думаю, что каждый из вас поймет, что желтая, посмотрев танец второго отряда. Встречаем аплодисментами! АПЛОДИСМЕНТЫ ОТРАНТЫ 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 Посмотри на улице осень. Желтый цвет наполняет город. Нормальный лист, мы о чем-то попросим. Ведь когда-то он тоже был молод. А ты живешь в полеемских жизнях. Хочешь юги, весны или век, да утили. И все на форекс умерли. Ты отлично от желтого света. Ты не знаешь, что на улице везли. Стихи звери, любовь и мастики. Ты не знаешь, что на улице везли. Ты не знаешь, что на улице везли. Стоит сквозь тебя даже небо. Самолоченная лучшая на тучи. Но была, какая тень, как разводы. Боль от души, на них ты, как сучья. Посмотри на улице осень. Желтый цвет наполняет ворог. И ванны и зимы о чем-то воносим. Ведь когда-то он был уловом. А ты живешь в полеемских жизнях. Хочешь, люди, весны или век, да утили. И все на форекс умерли. Ты не знаешь, что на променах. Представь, что у нас везли. Ты сидишь, я не знаю, что на улице везли. Ты не знаешь, что на улице везли. Ты сидишь. Ты не знаешь, что на улице везли. Ты не знаешь, что на дороге везли. Ты не знаешь, что на зимы. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...